Владимир Владимирович Селезнев, здесь? Владимир Владимирович, да, пожалуйста, Владимир Владимирович, давайте. У вас это не дебют? Не дебют? Нет, Владимир Владимирович? Вы уже много раз, наверное, выступаете? Ну, здесь-то понятно, а вообще? Вообще, я партизан. Все хорошо. Значит, вы правильно приехали. Мы тоже с партизанской республики, так что все хорошо. Тут уже говорили. Пожалуйста, возьмите, пожалуйста, и в микрофон говорите, чтобы было слышно нашим зрителям. Не привык, не привык. А постарайтесь, пожалуйста. Доброе, здравия. Меня зовут Селезенев Владимир. Мы приехали командой из города Киров, Вятка, славного города Вятка. Я представляю наше движение. Оно называется «Здоровье нации, 21 век». Это не просто какой-то лозунг, звон какой-то. В этих словах вложено очень многое. Цель моей поездки, нашей поездки – это поиск единомышленников и решение неких задач. Я, наверное, начну с того, что мы уже сделали. Во-первых, определю наши основные цели. Мы представляем некоммерческую организацию «Здоровье нации, 21 век» и имеем два направления. Это оздоровление нации и образование. Цели – увеличение качественного населения страны, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой и активной жизни, мотивирование людей к ведению здорового образа жизни, вовлечение в мероприятия по укреплению здоровья, также возрождение русской культуры через сообразное с природой мышление. И образование русского человека основано на принципах нравственности, истинностью, совестью, верой, творчеством, состраданием и, безусловно, любовью. Вы знаете, вот когда я сюда ехал, я думал, здесь будет общество, которое, может быть, нас не поймет, но сейчас я вижу, что я попал в свою семью и вижу людей, которые, ну так вот, из моих наблюдений, говорят, примерно моими словами, и мыслят. Что мы сделали? В 2010 году я был инженером, и еще я был байкером. Организовал свой байкерский клуб, и везде ездили по стране, по Белоруссии, Севастополь, Германия. Польша. И совершали марш в памяти на 9 мая. И, не знаю, в один прекрасный момент, это я уже потом узнал, что это было состояние ража, когда мы поехали в Белоруссию в апреле месяце. Что такое апрель в средней полосе России? Выезжаешь при температуре плюс 20, а под Смоленском тебя ловит плюс 1, плюс 2 градуса. И когда мы нырнули в климатический пояс, шли по туманам 60 километров, и вынырнули в Белоруссию, я увидел, вот он рай. Кругом зелень, кругом цветы, все. Но в этом состоянии что-то такое перевернулось, и вместо того, чтобы строить клабхаус, ну, я думаю, это знают, что такое клабхаус байкерский, мы переделали проект и построили наш центр оздоровительный. Я тогда еще не знал, что такое мыслеобраз, что такое холодайны. Я просто знал, что нам нужно оздоравливать людей, нам нужно менять что-то. И произошла такая точка сборки. Я встретил человека, сейчас он со мной, это Ярославцев Дмитрий Юрьевич, который в Москве много лет отработал нейрохирургом, вернулся обратно на историческую родину. И на протяжении 10 лет мы сейчас, как он говорит, правим головы людей. Люди приходят с проблемами, вот ножка болит, ручка болит. На самом деле, все начинается с нервов. Основной наш нерв находится здесь. И все начинается только отсюда. Сейчас, в данный момент, у нас такой произошел прорыв. Мы встретились с очень интересными людьми. Опять же, произошла точка сборки. К нам приехали друзья, гости с РАЭН, представители иноосферного образования. Наверное, многие уже знают их. Это Ульянова Марина Владимировна и Антоненко Наталья Владимировна. И еще приоткрылась эта дверь в познании, что мы идем по правильному пути. И сейчас мы двигаем проект образования. Многие говорят о словах, и я вижу, что немногие понимают значение этих слов, русских слов. То есть немногие знают и понимают конечный образ, конечный портрет того человека или ученика, который будет на выходе, что мы получим в дальнейшем, то есть при образовании, какого члена нашего общества мы хотим получить, с какими качествами. Так вот, то, что сейчас происходит в школах, мне повезло. Я отец троих дочерей. И как бы я ни ограждал от социума, все равно это проникает в нашу семью, в наше общество. И мы пошли другим путем. Может быть, это немножко такие революционные заявления, да. Мы начали внедрять в органы власти своих людей. Буквально недавно наш человек вошел в ЗАГС собрания. Это, ну, не важно, какими путями, важно, что это человек с твердым стержнем. Человек, который морально устойчив, который ратует за русский мир. То, что касается национальной идеи, мне говорят, слушай, чувак, ты националист. Я говорю, а что в этом плохого? Я русский человек, я родился на этой земле. И в моем понимании русский человек, это русский по духу. Мне не важно, кто он, негр или азиат. Если он поддерживает наши русские традиции, по духу он русский. Поэтому, ну, я буду короток, наверное, меня уже понесло. Скажу один момент. Один я слаб, двое мы уже сильнее. Но когда мы находимся в круге силы, в четком образе, то, что мы хотим, это свершаться. И поставленные цели обязательно будут достигнуты. Почему я так говорю? Потому что я уже практикую это много лет. Тот центр, который мы создали, я в то время работал простым инженером в энергетике. Одна минута, пожалуйста. И я ушел и организовал свое дело. И под благое дело мне подвернулся очень хороший контракт. Такой достаточно серьезный. И в течение двух лет мы построили здание. И еще через пару лет там уже были наши первые клиенты, которые нам говорили. Огромное спасибо вам, что вы создали такой центр. Он помог моей семье, моей дочери, моей жене, моему мужу. Я считаю, что это стоит многого. Стоит больше всяких средств. Спасибо за внимание. Спасибо. Аплодисменты, Владимир Владимирович. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо вам.